Смотрите прямо сейчас в проекте «Фронт Ньюс Курская битва-2024». Оккупанты сдаются в плен, вражеская техника пылает. Кураховское направление, 79-я бригада оборуженных сил Украины, уничтожила механизированную колонну армии Путина. Украинские артиллеристы морской пехоты умножают на ноль захватнические планы врага. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите. Прямо сейчас. Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это «Фронт Ньюс». С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Ну что, готовы? Тогда мы начинаем. И, конечно же, сразу о главной новости недели – событиях в Курской области Российской Федерации. Ситуация тут очень динамичная и быстро развивающаяся. Впервые украинские силы поразили FPV-дроном российский вертолет Ми-28. О событиях в населенном пункте Суджа сейчас говорят во всем мире. А самое главное – есть четкое ощущение, что война, развязанная Путиным, переносится на территорию самой Российской Федерации. Ну что ж, все логично. За что боролась Путин и его свита, на то и напоролась. О главных событиях в Курской области за неделю расскажет далее журналистка ТСН Оксана Ткаченко. Видео сбития вертолета оккупантов над Курской областью обнародовали воины подразделения М-2. На кадрах хорошо видно, как FPV-дрон догоняет свою добычу сверху и летит прямо в цель. По данным источников ТСН, спецоперация проводилась спецназовцами СБУ, что в конце концов произошло с вертолетом и экипажем неизвестно. Но ранее уже появлялась информация о обезвреживании аж трех воздушных судов в регионе – Ми-28, Ми-8 и К-52. В том, что последние сутки происходят на соседней от нашей Сумщине Курщине, разобраться непросто. Кадры и версии событий во многих телеграм-каналах. Как известно, все началось накануне из-за хода диверсионной группы якобы украинской. Сначала в российском Минобороне уверяли, что отбили атаку. Со временем пост стерли. Лишь сообщили, что к ним прорвалось около трех сотен военных и три десятка единиц техники. Сейчас Зет-каналы утверждают, что ВСУ удалось войти вглубь аж на 15 километров. Территория боевых действий протянулась на десятки. А еще россияне потеряли контроль над, в меньшей мере, 11-ми населенными пунктами. В телеграм-пабликах понемногу распространяются кадры массовой сдачи в плен военных агрессора с поднятыми руками. Некоторых даже успевают допросить. И, как выясняется, это срочники, которые вообще не должны были защищать тот отрезок. От плен армии Украины при пересечении русской границы. Звание рядовой. Матвистеллок. Как давно служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Российские Минобороны сообщают, что отбили ночью несколько ракет и 11 дронов. В Шебекино и Воронеже беспилотники влетали в многоэтажки. А в райцентре суджа якобы попали в автоскорой помощи. А вот такие кадры публикуют из города сегодня. Обозреватели обращают внимание, что в регионе находится атомная и крупная газокомпрессорная станции. Власть Курска сообщает о не менее пяти погибших и нескольких десятках раненых. И призывает людей идти сдавать кровь. Из пограничного региона эвакуировали, по сообщениям СМИ, уже две сотни людей. Но в десятки раз больше покидают опасную зону на личном транспорте. Из-за инцидента в пограничных территориях Владимир Путин созвал немедленно заседание Совбеза. Российские журналисты уверены, что российский президент использует эту ситуацию, чтобы призвать Запад больше не давать оружие Украине. А Украина тем временем события на Курщине не комментирует. Скупые на детали, в отличие от предыдущих рейдов и отдельные формирования вооруженных сил. В эфире телемарафона «Единственные новости» военный аналитик Дефенс Экспресс Иван Кричевский объясняет, почему так. Судя по всему, как раз цель гибридного воздействия на противника может быть или сконструированное официальное объяснение от Генштаба, что там, собственно, происходит и, например, контролируют ли силы обороны Украины ситуацию на данном отрезке. Или вообще никакого объяснения, чтобы враг путался. В чем сходятся взгляды военных блогеров-экспертов, что в этот раз дело не ограничится скоротечным рейдом? Предполагают, что прорыв – начальная стадия операции с целью отвлечения российских войск из других горячих участков фронта. А прямо сейчас анализ оперативной обстановки на Харьковском и Купенском направлениях фронта. Захватчики продолжают свой военный террор. На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Волчанска. Два из них в настоящее время продолжаются. На Купенском направлении российские войска один раз тщетно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки. А в это время кремлевские террористы продолжают жестоко обстреливать Харьков. В больницах города остаются три пострадавших. Их состояние средней тяжести, говорят медики. Это все следствие недавнего обстрела врага. В результате атаки погиб один человек. Еще 12 получили травмы. Люди оказались в эпицентре ракетного удара в самом центре города. Что же сейчас происходит на месте удара, расскажет и покажет журналист КТСН Виктория Стрельцова. Разбитые автомобили, занавес, пыли и куча строительного мусора. Так выглядит центр Харькова после ракетного удара. В одной из зданий было прямое попадание. Это кадр спасения местного мужчины из-под завалов. Он чудом выжил. В эпицентре вражеской атаки офисы, жилые дома, магазины. Около 10 утра россияне запустили ракету в район плотной застройки. Мы были как раз в продуктовом магазине. Нас повалился потолок подвесной эмоции. Зашкаливают. Руки трясутся до сих пор. Это здание местной поликлиники в Харькове. Оказалось в эпицентре вражеского попадания. Здесь мгновенно посыпались окна. Под ногами куча осколков стекла. Рядом строительный мусор. Волонтеры и коммунальные службы сразу же начали консервацию этого здания. Вот подвозят сюда фанеру, чтобы забить окна и как можно быстрее возобновить прием харьковчан. Полностью законсервировать здание обещают уже на протяжении дня. В этом здании вылетело более 130 окон. Мы привезли материалы. Приехали наши люди с инструментами, которые будут выполнять здесь работу. В момент обстрела в поликлинике были люди. Без пострадавших обошлось лишь потому, что и врачи, и пациенты успели выбежать в коридоры. Я работала, и пациенты были, и сотрудники были, но, к счастью, никто не пострадал. В общей сложности впоследствии обстрела 12 харьковчан получили ранения. Среди них 8-месячный мальчик. Еще один человек погиб. Ранены местные жители, которые находились неподалеку от эпицентра взрыва. Они находились в квартирах. У них ушивы, закрытые черепно-мозговые травмы, порезы от стекла. Правоохранители на месте попадания нашли обломки боеприпасов. Именно по ним и удалось предварительно установить, что это была ракета типа «Искандер». А теперь в нашем эфире анализ ситуации на Покровском и Кураховском направлениях. Русский мир звереет и тут. На Покровском направлении в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Враг совершил 10 попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях. На Кураховском направлении с начала суток захватчики один раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки. На Кураховском направлении, в частности, героически проявляет себя 79-я десантно-штурмовая бригада. На неделе она уничтожила механизированную колонну оккупантов, которая двигалась в сторону Константиновки. Также на Донбассе врага останавливают представители сил специальных операций Украины. Как именно это происходит, эксклюзивные кадры в нашем следующем сюжете. Тяжелые изнурительные бои по всей линии фронта. Кажется, оккупационная армия делает последний рывок, чтобы в своем затяжном наступлении попытаться закрепиться на новых захватчинг позициях. На Покровском направлении российская армия движется к западу от Авдеевки, очевидно рассчитывая на тактический прорыв в районе Желанного и Новоградовки, сообщает Институт изучения войны в своих ежедневных отчетах. По информации Генштаба, на этом направлении наши защитники отбили 53 штурма. Впрочем, ссылаясь на геоданные, аналитики Дипстейта зафиксировали, что врагу удалось продвинуться возле Лисичного, Ивановки, Сергеевки, Желанного и, очевидно, оккупировать Веселые. В то же время, по информации Генштаба, ВСУ остановили попытки оккупантов продвигаться возле Пантелеймоновки, Воздвиженки и Яснобородовки. Также захватчики давят на Запорожском направлении. Там врагу вроде бы удалось продвинуться в районе частично оккупированного села Работина, сообщает Дипстейт. На Торецком направлении при поддержке авиации захватчики 24 раза штурмовали Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк, сообщает Генштаб. На этих кадрах буль с оккупантами. Бойцы ССО не дали прорываться в один из населенных пунктов на Торецком направлении и остановили дальнейшее продвижение врага. Тяжелая ситуация и на Кураховском направлении. Там враг 7 раз пытался прорвать оборону в районах Красногорьевки, Поросковьевки и Константиновки, сообщает Генштаб. На этих кадрах 79-я десантно-штурмовая бригада уничтожает механизированную колонну оккупантов, которая двигалась в сторону Константиновки, тем самым срывая дальнейшее вражеское наступление. В целом, по информации Генштаба, на фронте произошло 127 боевых столкновений. А вот еще одна страшная история этой войны, которую Кремлевская Россия начала более 10 лет назад. Вражеская пуля попала в глаз, прошила голову и остановилась в шее между позвонками. Уникальную операцию по спасению нашего защитника провели днепровские врачи. Это ранение чудом не оборвало жизнь Руслана мгновенно, еще там, на поле боя. Детали сложнейшей операции смотрите в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской. Пуля выбила правый глаз, прошила пазухи носа и застряла в шее. Но Руслану удалось выжить. Медики перед операцией подбадривают. Он точно родился под счастливой звездой. 99% людей от таких ранений не выживают, а ты уже выжил. Так что ангел был над тобой и берег твою жизнь. Ангел был 100%. Что жизнь на волоске даже не осознавал, говорит Руслан. Во время боя в Донецкой области только почувствовал, что потерял глаз. Правый глаз просто перестал что-то показывать. Про шею даже и не думал. Если выжил, значит как-то будет. Вот пуля, которая при малейшем движении может лишить жизни. В хребтовом канале находится спинной мозг, который на данном участке отвечает за дыхание, за сердечную деятельность. Если будет поврежден спинной мозг, то жизнь может прекратиться. Чтобы Руслан не только жил, но и мог ходить, разговаривать и самостоятельно дышать, медики разрабатывают план рискованной операции. Будет доступ через ротовую полость, будет подход к этой пуле. Под рентгеном мы будем видеть, куда направлять инструмент. Вот этот металлический обломок, вот этот позвонок. Она пока что не дошла к спинному мозгу. Риски очень большие. Это уникальная будет операция. Во-первых, это удалить пулю, сохранить жизнь. И основной момент, это нашему герою сохранить качество жизни. Нашему герою это сбережение якости жизни. Им удалось. Просто через рот. Достают из шеи бойца вражескую пулю. Уцелена уникальная операция. Более двух сантиметров длиной пулю, которая чудом не унесла жизнь, подарят Руслану на память. Он приходит в себя после операции и надеется, как можно быстрее выйти из больницы, чтобы обнять семилетнюю дочь. Двигаемся далее и переносимся на Лиманское направление. Враг и тут продолжает разрушать, убивать и калечить. На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского лесничества. Всего же с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боевых столкновений. До сих пор продолжаются четыре. Ситуация контролируемая. Ну что же, а теперь поговорим о легендарных истребителях F-16. Они поднимаются в небо уже полвека, но все еще остаются одними из самых современных и востребованных истребителей мира. F-16, которая наконец-то дождалась Украина, 50 лет назад совершили первый полет. В своей жизни этот истребитель побывал во многих вооруженных конфликтах. Ливан, Афганистан, Ирак, Югославия. Об истории этой военной техники и о том, почему F-16 так уважают во всем мире. Во взоре корреспондентов телевизионной службы новостей. 11 февраля 2022 года. Румыния. В небе над страной американский истребитель F-16. Сразу же несколько таких бортов ВВС США следует из Германии на авиабазу «Фетиш-Т». Итальянские истребители уже здесь. Еще за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину, Североатлантический альянс уже закрыл небо над ближайшими украинскими соседями, членами НАТО. Самолеты F-16 существенно усилят сдерживающую позицию НАТО в юго-восточном регионе Альянса. Это позволит лучше контролировать воздушное пространство. То, о чем Украина будет мечтать в течение следующих двух с половиной лет войны – закрыть небо. Пока украинцы борются как могут, НАТОвские F-16 вместе с другими боевыми самолетами нарезают круги вблизи нашей границы. Он – летающий радар, истребитель, бомбардировщик, перехватчик. Над разработкой F-16 начали работать после Вьетнамской войны. В апреле 65-го года прошлого века в воздушном бою над Азийской республикой сошлись тогдашние американские истребители F-4N «Фантон» и советские МиГ-17. Перед командованием военно-воздушных сил США возникла задача создать истребитель нового поколения. Первый полет F-16 «Fighting Falcon» совершил в 74-м году прошлого столетия. Лучше, мощнее, способен противостоять советским машинам. От момента создания и до сих пор он прошел несколько глубоких модернизаций. Из фронтового истребителя стал универсальным боевым самолетом. На данный момент однодвигательный F-16 может нести вооружение больше, чем российский МиГ с двумя двигателями. Но важнейшая его радиолокационная система. Она позволяет увидеть воздушную цель задолго до того, как цель выявит его. 2003 год. Война в Ираке. Американский самолет вновь столкнулся в противостоянии с российским конкурентом. В общем, есть несколько эпизодов борьбы F-16 и МиГ-29. Впрочем, до сих пор однозначного ответа, кто эффективнее, нет. И вот почему. Это не вторая мировая война. Авиация сейчас фактически не воюет в ближних боях. Война в воздухе. Это противостояние технологии. Кто кого раньше обнаружит, раньше сможет запустить ракету и успеет скрыться. Это одна из стихий F-16. На данный момент в мире их свыше 4600. То есть каждый третий истребитель четвертого поколения на планете – это именно F-16. И он наконец-то у нас. У F-16 огромный спектр вооружения. Это позволяет работать фактически по всем типам замеченных целей, кроме баллистики. Также по наземным целям и надводным. Скептики говорят, в ближайшей перспективе получить преимущество в воздухе даже с этими самолетами Украина не сможет. Мол, даже оккупанты, имея преимущество в количестве бортов, получить господство в фронтовом небе не смогли. Впрочем, такой задачи перед F-16 никто и не ставил. Отогнать российскую тактическую авиацию из пограничного участка – это обеспечение уничтожения логистических коридоров в России, куда сейчас мы своей техникой достать не можем. Поэтому, на самом деле, здесь вопрос не то, что это будет перелом войны. Здесь вопрос в том, что мы наконец-то получим усиление воздушных сил за счет того, что у них есть вооружение, которое может противостоять российскому. За два с половиной года полномасштабной российско-украинской войны НАТОвские пилоты поднимали в небо американские файтинги тысячу раз. Впрочем, до сих пор их зона ответственности приближалась к украинским границам не ближе, чем на 30 километров. С украинскими пилотами в кабине F-16 должны стать реальной угрозой российскому агрессору. И вот еще одно олицетворение того ужаса, который русский мир несет на украинскую землю. Год без воды и под ежедневными обстрелами. После подрыва Каховской ГЭС в Красногригорьевской общине Никопольского района питьевая вода полностью исчезла. Местным жителям, естественно, очень тяжело жить в таких условиях. Не говоря уже про постоянные вражеские обстрелы и бомбежки. Детали смотрите прямо сейчас в сюжете журналистки ТСН Анастасии Неверной. За год после подрыва Каховской ГЭС море здесь превратилось в лес. Ивы выросли до пяти метров в высоту, полностью отобрав доступ к воде. Озерца воды между деревьями – это все, что осталось от Каховского водохранилища. Год назад оно ушло прочь и весь юг, а с ним и Никопольский район Днепропетровщины остались без питьевой воды. Из-за отсутствия полива и аномальной жары массово засохли фрукты и овощи, которые чуть ли не по всей Украине раньше везли на продажу из Никополя. Клубника пропала, ежевика пропала, все пропало. Нет ничего. Теперь уже ничего здесь нет и ничего не завязывается. Обычно до конца ноября были зеленые. И еще были помидоры. Жители села ожидали новый магистральный водопровод, который за государственный счет строители тянули из Запорожья до Покрова. Но, как оказалось, бесполезно. К сожалению, в проект наша община не зашла. Не знаю, по каким неизвестным мне причинам, но попали туда только крупные города – Марганец, Никополь и город Покров. Тем временем враг чуть ли не каждый день целится по старым трубам, чтобы вдребезги разгромить их. Громада под постоянным огнем артиллерии и дронов. На ремонтные бригады оккупанты вообще устраивают охоту, говорят местные коммунальщики. Практически каждый час у нас угроза артобстрелов, угроза атаки дронов камикадзе. Если вражеская армия видит проведение некоторых работ, которые проводятся на территории населенных пунктов в зоне видимости, практически всегда они, эти люди, подвергаются опасности. Более года жители прожили без воды и под ежедневными обстрелами. И только недавно питьевая вода с кранов так и побежала. Какой ценой это удалось сделать, смотрите в следующих выпусках. Ну что же, теперь настало время перенестись на северское направление фронта. Враг не дремлет и тут. На северском направлении противник получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Иванодаревки, Спорного и Выемки оккупанты восемь раз пытались вытеснить подразделения сил обороны тщетно. Без их работы результат боевых действий был бы совсем другим. Вы же знаете, как их называют – боги войны. На позициях артиллеристов морской пехоты всегда горячо и вовсе не из-за жаркого августа. Героя нашего следующего сюжета зовут Анатолий. Он доброволец, вступил в ряды вооруженных сил, как только ему исполнилось 20 лет. Он так хотел попасть именно в морскую пехоту, и его цель воплотилась в жизнь. Детальный об истории украинского защитника – сюжет наших коллег с телерадиокомпанией «Бриз». Мне нравится наша работа. Я Анатолий, командир пушки. Мы можем уничтожить даже десяток врагов. Можем технику какую-то уничтожить. Много чего разного. Анатолий – доброволец, вступил в ряды вооруженных сил, как только ему исполнилось 20. Он хотел попасть именно в морскую пехоту. И вот уже полтора года шлифует навыки бога войны. Анатолий убежден, что защищать страну должен каждый, и готовиться к этому нужно еще в гражданской жизни. Страх – это нормально. Каждый человек боится. Нужно просто готовить себя к этому. Ездить на какие-то учения и так далее. Чтобы в случае чего, например, если тебя мобилизуют, ты уже готов был, уже знаешь что-то базовое, например. Медицину там. Или умеешь стрелять из той же винтовки. Его побратим Василий также осознал, что страна нуждается в его помощи. И пошел в ТЦК на Харьковщине. 23 февраля пошли на работу. Отработали все, что должны были сделать. И уехали отдыхать в отель. И 24 числа смотрим. Да там уже все горит, потому что там бомбили военный аэропорт. И когда я спускался по лестнице под звуки ПВО, тогда понял, что я все-таки пойду служить. После подготовки в учебном центре его направили на юг. Нам сказали, вы едете в Одессу, там вас распределят по воинским частям. Так и попал именно военно-морские силы. Сначала мы были в стрелковой роте. Выполняли боевые задания на побережье Черного моря. А потом попали в морскую пехоту. На данный момент он вместе с побратимами поражает личный состав и технику врага. И прикрывает наши подразделения. Мы работаем на самоходной артиллерийской установке. Это САУ 155-го калибра. Она американского образца, собиралась в Италии. М109Л. Прицел 479, верно? Верно. До февраля 22-го года они не имели ни боевого, ни военного опыта. Но это не помешало им, не колебляя, встать на защиту своей земли, семьи и ее счастливого будущего. А все это невозможно без победы. Для кого-то победа – это выйти на границы. Для кого-то победа – это вернуться к своим родным, к своим семьям. Для кого-то победа – не потерять то, что у нас есть. Для меня победа наверняка это будет остаться живым, вернуться домой, заниматься любимым делом и воспитывать своего ребенка. По каким-то таким правильным жизненным меркам, по совести. Вот так. Правильным жизненным меркам, по совести. Вот так. На сегодня все. Но уже очень скоро в программе «Фронт Ньюс» новые, уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова